Это торговый центр Аврора Молл, товарищи. Это мы сейчас не на самом верхнем этаже. Сейчас мы вместо того, чтобы спускаться вниз от этой игровой зоны, наоборот, поднимемся наверх. Наверху будет еще интереснее. Но здесь вообще куча игр, куча различных аттракционов, виртуальных вот таких игрушек, электронно-настольных, ну и так далее. Очень много всего. А если хотите, а если будет повышенный запрос, могу для вас подробный обзор снять вообще каждой игрушки, каждого аттракциона, который здесь находится. Здесь аттракционы более детские. Сейчас справа покажу аттракционы более взрослые. Вон там, например, американские горки. Именно как раз такие уже для взрослых. Вот не везде увидишь аттракционы, прям американские горки именно в торговом центре, но здесь такое есть. Это реально радует. С детства вообще не знаю, что это такое, что это за штукенция. Но, в общем, эти шайбы вы уже знаете. Гонки в 2D на большом экране тоже. Возможно, где-то еще аттракцион 5D или какие-то гонки. Пока что этого я еще не увидел. Но и вот такая игровая аттракционная зона. Сейчас при выходе отсюда будет ресторанный дворик. Сейчас я камеру чуть повыше подниму, чтобы не видны были кушающие люди. Ну и дальше сейчас как раз посмотрим, что там находится именно из окна. Сам вид из окна как раз. Так, здесь, конечно, придется подняться. Там играют в окей. А у вас здесь, кстати, такие игры, если помните, в парке Гагарина. Поймай какую-то игрушку удочкой. У вас здесь что-то подобное. Ну и сейчас посмотрим на видок именно отсюда. Ну прям целая смотровая площадка. Вот смотрите как. Вот так-то. Там даже озера видны от реки Волги. И сейчас как раз спустимся ниже. Пройдем через хоккей. Покажу, где находится кинотеатр. И поднимемся еще выше. То есть это мы сейчас не на самой высоте. Это мы сейчас... Ну, этаж, по-моему, пятый по счету. Но вы сами знаете, то, что в торговых центрах этажи намного повыше, чем 3 метра в жилых домах. Или там 3,5. То есть здесь пятый этаж, это на уровне, я не знаю, наверное, 10-го что ли этажа или 15-го. Но сейчас поднимемся вообще еще выше. А потом поднимемся на крышу. И я, кстати, не пошутил. Именно на крыше будет у нас парковка. Так что сейчас и туда доберемся. Здесь можно поучиться кататься на роликах, на роликовых коньках. Там есть различные... В общем, за небольшую плату, как я понимаю, по часовой тариф. Здесь магазин детских игрушек. Сейчас. А здесь наверх подниматься не будем. Поднимемся наверх через кинотеатр. Чтобы я вам успел и кинотеатр малеха показать. Если хотите, опять же, какой-то подробный обзор, пишите в комментах. То, если будет много желающих, то прям могу сюда еще раз приехать, чтобы что-то прям поснимать поподробнее. Например, наверх сейчас. Я не знаю, успею ли обойти всю крышу или нет. Но, в общем, посмотрим. Так. Ну, а здесь те же самые массажные кресла. Там будет непосредственно сам кинотеатр уже. Кинозона. И, по-моему, там где-то уже будут эскалаторы. А если я не ошибаюсь. Или придется вернуться. А здесь различные уже кафе-рестораны. Как раз возле кинотеатра. Нет, походу придется вернуться обратно. Я просто... Только что как раз перед записью поднимался, чтобы проверить, как мне построить свой маршрут. Сейчас посмотрим в начале верхние этажи. А потом квадратные. Наверху, сразу скажу, будет дуть ветер. Поэтому шумоподавлялки у меня с собой сейчас нету от ветра. Поэтому оно уж как запишется, так уж и запишется. Так, еще и все равно, получается, нужно мне будет подниматься именно через... А, вот эскалатор. Здесь можно на лифте подняться. Но мы именно специально поднимемся по эскалатору. Поэтому... Как раз все будет на ваших глазах. Все будет перед вами. Сейчас как раз, пока мы поднимаемся, давайте посмотрим, что там внизу. Вот как-то так. Ну, нижние этажи уже потом, в самом конце, можно будет глянуть. Сейчас вначале покажу верхнее. Это мы сейчас на этаж поднялись выше. И здесь нам нужно подняться еще на этаж выше. То есть, и только там будет выход на парковку. Ну, написано шестой этаж. То есть, парковка на шестом этаже. Но я же говорю, здесь этажи далеко не по три метра. А, не знаю, метров, наверное, по шесть, по семь. Или сколько их здесь метров. Кто в курсе, напишите в комментариях. Не, ну, именно пятый этаж не сильно высокий. Остальные достаточно хорошие такие. Здесь, прям, знаете, перед нами уже открывается вид, будто с крыши небоскреба на город. Вот. И там, кстати, можно подняться еще выше. Сейчас мы глянем именно эту обстановку, какая она здесь. А потом попробуем найти путь именно наверх. Так. Здесь закрыт. А, вот здесь выход. Ну, а сейчас попробуем найти выход наверх. Насколько мне сказали, вот вход в Айглобар наверху. В общем, сейчас покажу вначале отсюда. Потом попробую поискать вход. Охранник говорил, куда-то там налево, на лифте. Но я там не запомнил. Сейчас попробую сделать это наугад. Ну, а здесь реально прям смотровая площадка на крыше торгового центра. В Курске на крыше торгового центра еще круче. Там целый бассейн под открытым небом, где можно реально позагорать. Вот. Но здесь все-таки, видите ли как, здесь набережная, Волга. Ну, набережная 4 километра. Пляжей очень много, прям в центре города. Поэтому, возможно, в Курске бы бассейн каким-то спросом бы не пользовался. Хотя, я думаю, если что-то придумать, например, бассейн с теплой водой зимой, как-то так, то, я думаю, нашлись бы и здесь любители. Ну, вот в Москве чего-то такого, это я про бассейн, на крыше торгового центра точно не хватает. Да, в московских торговых центрах, на самом деле, много чего не хватает, в том числе и аттракционов для взрослых людей. Так, ну, так, я вот не знаю, сколький этаж на этот дом, потому что нижние этажи я не вижу. То есть, мы сейчас точно выше этого дома. Так что, именно крыша очень даже не низкая. Ну что ж, сейчас попробую подняться еще выше. Прямо на этот самый, он, как там называется, не помню. Сейчас ближе подойду, прочитаю. А вот, смотрите, радуга на небе. Прикол? Прикол. Сегодня еще такая погода полудождливая. То дождь, то солнце, то вот такая облачность. И поэтому... И поэтому, поэтому... Сейчас, скорее всего, светит радуга. Так, вот здесь у нас навигация, там написано стрелочка налево, вход в инглобар. Так, здесь у нас вход тоже написано, стрелочка прямо. Ну что, давайте посмотрим. В общем, ищем либо какой-то вход, либо какой-то лифт, либо что-то еще такое. Так, ну и дальше... А, вот здесь, походу, здесь, походу, вход, а может и нет. Сейчас давайте дальше пройдем. Так, здесь у нас выезд. Да, если кто-то забыл, мы сейчас находимся именно на парковке. То есть, не абы где, а именно на парковке. И уже над парковкой это самый ресторан на крыше. Вот как-то так. Эх. Как же здесь замечательно. Что, ну давайте я вам сейчас перед входом в бар цветану еще вон ту сторону. Ну, как я и говорил, если хотите обзор поподробнее, то пишите в комментах. Если вам там... Если просто я все буду подробно снимать, то, наверное, это будет на полдня. Поэтому, если что-то конкретно интересует, то пишите конкретнее. Пока я в Самаре буду, могу сюда еще вернуться, что-нибудь заснять. А, ну здесь что-то вроде жилого дома, бизнес-центр. Вот это дом, который рядом. Скажите, сколько он этажный? Мы где-то примерно на пару этажей выше последнего этажа этого дома. Так что... А, вот здесь стрелочка въезд на улицу Аврора. И сейчас мы все-таки поднимемся в ту дверь, которую я увидел. Возможно, именно там тот самый вход в этот самый ресторан. Так, сейчас давайте еще выше поднимемся. Я сейчас попробую понять, вспомнить, понять, где здесь вход наверх. Ну, вот здесь что-то вроде двери, вход. Что, давайте попробуем подняться. Да, двери открыты. А, ну и здесь, кстати, можно и спуститься. Кстати, именно здесь, тогда мы и спустимся потом на... ...нижний этаж. Что у нас здесь? А, что-то... Ай-О-Ло-Бар Самара. Что здесь у нас? Яркие впечатления, панорамный вид, уединительность в центре города, незабываемые мгновения. Ну что ж, давайте поднимемся, посмотрим. Это прям... ...вообще интересно, эта вся обстановка. То есть, не всегда это увидишь. Так, ну, а здесь у нас все огорожено. Это мы сейчас поднялись. Что-то, походу, заливает. А, дождь. Немного моросит. В общем, я сейчас не успею слишком долго снять, потому что... ...дождь моросит. И мне сейчас аж никак не в тему намочить мой стадикан. А, ну здесь что-то, видите ли, как? Здесь, типа, только посадочные места. Контактной стойки нету. Если была бы контактная стойка, было бы намного интереснее. Ну, например, как в этом скай-баре. Вот там он тоже находится наверху. Там один... Ну, скай-бар, он такой двухэтажный. И получается так, что... ...один этаж... ...он это... ...он основной, он предпоследний. Есть последний этаж. И последний этаж, это прям такая летняя веранда. И поэтому... ...и поэтому, в общем, получается так, что... ...поднявшись на... ...второй... ...на второй этаж клуба, ты оказываешься вроде бы... ...на последнем этаже многоэтажка. Ну, скажу... ...мне вкатило. Мне офигительно. Ладно, там, походу, просто посадочные места. Тогда уже не буду. Так, ну что ж, сейчас подходил сотрудник. Я уточнил, что здесь, как здесь. Оказывается, здесь это... ...получается, просто можно арендовать этот самый шатер. Стоит это тысяча рублей в час с видом на город. А можно приносить свое. То есть, абсолютно свое. Ну, допустим, если вы хотите отпраздновать день рождения в каком-нибудь таком шатре... ...то свободно вполне можно приносить свое с магазина. И также есть еще партнерские рестораны, как он сказал. То есть, можно заказывать прямо с этого торгового центра. И, кстати, сейчас он посоветовал в том плане то, что... ...чтобы заснять красиво город, нужно приходить ночью. Чтобы был красивый вид. А, знаете, все-таки, если вы хотите, чтобы я сюда подъехал ночью, пишите. А я это все покажу. Я, конечно, не думаю, то, что я здесь сейчас протусуюсь до ночи. Хотя, опять же, все может быть. Посмотрим, что здесь еще есть. Но в кинотеатр точно не пойду. Можно будет на аттракциончиках прокатиться. Ну и, конечно же... Конечно же... ...конечно же... ...в какую-то игру поиграть. Так, это мы сейчас на пятом этаже, как я понимаю. Нам бы сейчас не вернуться на тот самый этаж, с которого мы начали наш обзор. Сейчас, в общем, спустимся, мне будет понятно. Мне нужна та самая игровая зона. А, вот здесь, да, рестораны дворик. Там игровая зона. То есть нам через один этаж вниз. Вот та самая игровая зона. Так, и сейчас мы посмотрим отдельно. Так, а вон там эскалатор вниз. Сейчас спустимся. И дальше уже вместе со мной увидите, что здесь и как здесь. Но так-то в высоту очень даже здесь такой ништяк. Если бы я хотел где-то порелаксить, то как раз-таки то, что на крыше, а вот эти шатры, это как раз самое то. Ну что, давайте теперь уже по традиции пройдусь по этажам. Я сам посмотрю, и вам покажу, что здесь находится. И дальше уже посмотрим. Возможно, я что-то новое увижу. как в прошлом торговом центре. Вот здесь, смотрите, вот такой фонтанчик. Но мы к нему потом спустимся. там тоже что-то вроде кофейня. Здесь что-то вроде тоже горочек. Ну вот, скорее всего, такое, более декоративное. Ну а возможно, в какие-то дни здесь сидит аниматор, смотрит за детьми. Или я уж не знаю, можно ли здесь детей оставить без родителей. Наверху, как я понимаю, точно можно. Там есть отдельная игровая зона, что-то такое. Здесь я даже не скажу, а не в курсе. Не знаю, не знаю. Кстати, этот этаж ниже, чем тот, который я тогда похвалил. Вот этот этаж я похвалил. Этот я не хвалю. Как-то так. Чтобы вы знали. Здесь сколько? Ну, метра четыре, что ли? Или тридцать с половиной? Так себе по высоте. Так, сейчас, наверное, вот на тех эскалаторах спущусь вниз. Я надеюсь... А, ну да, вот. Спустимся вниз и перейдем и перейдем на следующий. Опять же, если вы хотите, чтобы я какой-то этаж обозрел полностью, прям, каждый угол, каждый там ларек, каждый павильон, так же пишите. Потому что, как я и говорил, будет много эфира, если прям все снимать. Ну, а здесь у нас такие висячие картиночки, какие-то модные шмоточки, сумочки, корзиночки с цветочками. Ну и дальше давайте пройдемся, посмотрим, что есть еще. да, как раз пока на улице дождь, самый раз обозреть именно ТЦ, торговый центр. Здесь какие-то что-то мельницы, что здесь будет. А, вот, смотри, сделай фото и получи приз. Смотрите, фото батл в фото-зонах Аврора Мол. Вы бы напишите, написали бы лучше фото батл, а не фото батл. Есть строки строки рэпера Стима, он там читает, типа, это батл, а не батл. Батл это то, на что ты сел. Так, сделай креативное фото в двух фото-зонах Аврора Мол, второй этаж, опубликуй фото к себе на страницу и подпишись и отметь. Что-то оболочка шоп с хэштегом фото батла фото батл Аврора Мол под фотографией или видео. Главный приз от магазина оболочка кроссовки. Другие призы ВВК, Пауэрбэнк, штатив, кольцевая лампа. Конкурс проходит на наших аккаунтах в соцсетях. Модель кроссовок до 5000 рублей представляется отделом исходя из размера и стоимости. Ну вот такой здесь фото батл или фото батл. Напишите вот в комментах фото батла или фото батл. Так вот. сейчас тогда посмотрим, если будут здесь однообразные павильоны со шмотками, которые ничем особо не отличаются друг от друга, то чуть пораньше спустимся на следующий этаж вниз. поэтому видно подальше видно будет наверху спортмастер, если кто не видел. Кстати, хотел я в спортмастер зайти. Кстати, подскажите, может, кто знает, где купить попрыгун, обычный резиновый попрыгун, потому что те попрыгунчики, которые продаются в автоматиках, они слишком маленькие. Их кидать только можно вот в такой пол. Если говорить про какие-то плиты, брусчатки, грубый асфальт, то есть такой более пористый, там особо не покидаешь, потому что он будет отскакивать то влево, то вправо, то сильно назад, то сильно вперед. То есть слишком будет отскакивать в сторону. И получается, чем крупнее попрыгун, тем ровнее он прыгает. Поэтому напишите. В спортмастер я заходил, я вот не нашел. Но я в другой заходил, не знаю, как в этом отделе. Мне кажется, все то же самое. А вот и фотозоны. Смотрите, здесь написано все то же самое, что я тогда засчитывал. Ну и дальше здесь вот такое. вот такое. Это, судя по всему, те же самые фотозоны. Так, и вот такое. Ладно, давайте пойдем дальше. Так уж об этих не буду сейчас спускаться. Дайдем до тех эскалаторов. Возможно, так мы уже намотаем полный круг и спустимся на этаж ниже и посмотрим, что там, как там. Да, большой торговый центр. Обычно я центральный торговый центр обходил, но может минут за 20. Это, если говорить про то, чтобы пройти прям каждый этаж, каждый ряд. Тут уже 25 минут. так, ну-ка, дай-ка я сейчас и гляну. Так, хотел проверить, просто сральник платный или нет, но хорошо, что бесплатный. За это хвалю, потому что если сральники платные и нету рядом бесплатного, за это я делаю замечание. и минус полбалла из оценки. Как-то так. Ну, ладно, по-моему, мы здесь и спускались. То есть, здесь посадочная зона, там можно посидеть, здесь тоже можно посидеть. Ой, здесь столики, какие-то тервянные стулья. Опа, смотрите, да, а здесь уже обратно не или зайти. Давайте посмотрим. Неужели здесь никак не зайти на первый этаж? Мне прямо это интересно. Теперь мы начинаем квест. Найти спуск на втором этаже. В общем, на втором этаже найти спуск на первый этаж. Как вам такой квест? Сейчас как раз мы и посмотрим. что-то здесь, но здесь, где я сейчас спустился, там что же там? Там выход и чуть дальше я там видел центральный вход. Ладно, я сейчас выберу сторону, в которой мы еще не были и по ней пойдем искать эскалатор. О, вон там что-то есть. Какой-то выход. Смотрите, какой-то экран впереди, а под экраном какое-то отверстие. Возможно, это выход. А именно так и есть. Ничего себе. Здесь, кстати, можно по лестнице подняться. Это советую почитать 10 заповедей от Павлодурова. И, в общем, одна из заповедей это забудьте, что такое лифт. То есть поднимайтесь пешком. Ну, а если разобраться биологически, подниматься пешком очень и очень полезно для здоровья. Даже очень полезно. Так, сейчас пойдем-ка дальше. Я так и не понял, мы точно спустились на нижний этаж или не точно? Или заочно? А, нет. Да, спустились. Точно спустились. Просто много еще, как я понимаю, минусовых этажей. там минус первый, минус второй, минус десятый может и есть. Хотя я сомневаюсь. Сейчас глянем, есть ли что-то здесь. Так, ну, здесь только вот эти самые павильоны. Сейчас посмотрим еще в ту сторону, что есть там. Так, там NVIDIA, подъем на второй этаж. Давайте посмотрим, если будет тупик, то спустимся вниз. А если тупика не будет, то пойдем дальше. Так, нет, здесь тупика нету. ну, по сути, мне кажется, ничем этот этаж павильонами не отличается или почти не отличается от верхнего этажа. Сейчас мы как раз по эскалатору, вот поэтому спустимся еще ниже. Ну, здесь да, я вот прямо одного не пойму. Написано первый этаж вниз, а до этого мы тогда на каком этаже были. Имею ввиду, типа, если это первый этаж, значит, мы сейчас на втором этаже. А если же мы на втором этаже были, то на каком тогда мы тогда были, когда думали, что мы на втором. Получается на третьем? Или у меня что-то с математикой нету? Как-то не доглядел. Так. А, ну и здесь выход на улицу Аэродромную, эконом-маркет, читай, город. В общем, все такое. Интересно, ниже этажей еще будут или не будут? Сейчас как раз посмотрим. Я думаю, по эскалатору можно будет понять. Если не будет ничего, значит, они будут. А нет, это последний этаж. Я имею ввиду последний этаж вниз. Да, на самом деле очень огромный торговый центр. Судя по тому, сколько мне потребовалось, чтобы хотя бы частично его обозреть. Так, ну и здесь лента. И идем дальше. Ладно, тогда сейчас я возьму в ленте себе воды попить и как раз увидимся в следующих выпусках. Здесь книжный магазин Читай Город. Только не знаю, конечно, типа Читай Город наверху на цокольном этаже. А мы сейчас еще не на самом типа не на цокольном. Там судя по всему уже парковка. Поэтому все. я в общем погнал за водой. Пишите комментарии, лайки, подписки, оно и все это.